Всем привет! С вами Вайпер Рано, вы на канале Эмпайр ТВ. Многие люди мечтают поднять свой рейтинг, а кто-то и вовсе хочет прорваться в ProDot. И у кого стоит этому учиться, как не у тех, кто уже туда прорвался? Этот ролик запускает новую рубрику на данном канале, где мы будем разбирать игры профессиональных игроков на их суперсигнатурных героях. И начнем мы с Чапи и его геомансера. МИПАУ! Если эта рубрика вам зайдет, не забудьте отметить это видос лайком, мне будет очень приятно. Чем больше лайков, тем чаще будут выходить подобные ролики. Ну и не будем затягивать, давайте-ка начинать. Прежде чем учиться играть на МИПА, вам стоит поставить себе подконтрольные группы. Поскольку это вам не ПУЧ и не УРСА, здесь нужно контролить несколько юнитов сразу и переключаться с помощью ТАБа, это не выход. Чапи использует следующие подконтрольные. По одной подконтрольной на каждого МИПАНА. Первого, второго, третьего, четвертого. И естественно одна подконтрольная группа для всех МИПАНов, кроме главного. С помощью этих кнопок он разводит МИПА в замесах. Выбирает того геомансера, у которого осталось мало здоровья и спасает его из передряги. Если у вас не будет подконтрольных групп или вы не будете уметь ими пользоваться, то играть на МИПА хорошо у вас просто не получится. Так что прежде чем идти в рейтинг, сначала потренируйтесь. Можно с ботами, можно в пабе. Перейдем к разбору самих игр. Каждая игра начинается с пика. И по пику все в принципе достаточно просто. Чапи берут МИПА всегда на ласт пик, поскольку у героя есть много очень неприятных контрпиков. Свен, Винтер Виверна и прочие герои с АОЕ контролем и АОЕ уроном, для МИПАНА это просто головная боль. Так что если у врагов их не будет, победа будет намного проще. Ну и естественно под МИПАНА нужно отметить следующих персонажей. Тролль Варлорд своим ультимейтом ускоряет всех клонов. Кентавр, используя ультимейт с Аганимом, тоже помогает каждому из МИПАНов выживать, спасаться из-за меса или просто получать дополнительную живучесть. Ну и естественно Даззл, АОЕ Крест, АОЕ Хилл, АОЕ Броня. Все это идеально подходит для Геомансера. И лучше тут саппорта просто не придумаешь. Перейдем пожалуй к закупу. На старте Чапи покупает себе Пурман Шилд, Ветку и Фьори Файр. Дальше берутся Ботинок и Айрон Талон для ускорения фарма. Из улучшений Ботинка выбирается Пауэр Трэдс, поскольку именно они дают такие полезные для МИПА основные характеристики. Естественно дальше покупается Драгон Лэнс, хотя для многих это не естественно. Многие просто не понимают, зачем этот артефакт МИПАНУ. И сейчас я вам просто объясню. Да, Драгон Лэнс не дает МИПА увеличения дальности атаки, однако он дает ему статы за достаточно невысокую стоимость. Артефакт мега полезный и к сборке он разумеется обязателен. Дальше покупается Блинк Даггер, с которым МИПА начинает активно гангать противников. Чаппи использует пуфы на основного МИПА, затем блинкается к противнику и просто разрывает врагов. Как говорится, Блинк коронный, пуф похоронный. Дальнейшие артефакты весьма ситуативны и зависят только от того, как идет игра. Если у команды Чаппи не слишком много контроля, то всегда покупается Хекс, поскольку раннее появление столь сильного дизейбла это отличный задел на победу. Если Чаппи сильно доминирует по игре, то покупается Диффузл Блейд, дабы развеивать неприятные скиллы вроде Ультимейта Умни Найта и замедлять врагов, чтобы они никуда не убежали. Также отличным айтемом является Эзериал Блейд. Во-первых, он очень хорош против Винтер Виверны, предположим, она на вас ультует, а вы просто кидаете в эфир того МИПА, который оказался под Винтерскерсом. Ну и естественно Эзериал Блейд увеличивает урон с пуфов. Даже самый толстый кор вроде Драгон Найта после применения Эзериала и пяти пуфов становится сладкой булочкой. Против очень мощного прокаста Чаппи берет себе Eye of Scuddy. Этот предмет дает очень много статов и вас уже не убьют какие-нибудь Сэнд Кинг или Зевс. Чем дольше вы живете, тем больше дамажите и тем больше импакта вносите в замес. Так что Scuddy тоже очень полезен и игнорировать его ни в коем случае не стоит. Теперь перейдем к прокачке способностей. К седьмому уровню Чаппи всегда имеет пуф в четыре и остальные скиллы в единичку. Ульт он прокачивает на третьем, одиннадцатом и семнадцатом уровне, в общем-то всегда, когда это возможно. Сначала максит пуф, затем пассивку и затем уже сеть. Со скиллами разобрались, перейдем к талантам. Здесь все достаточно неоднозначно. Если Чаппи доминирует, то на десятом уровне он берет себе урон, в остальных случаях броню. На пятнадцатом всегда берется лайфстил, потому что это слишком полезный талант и его игнорировать просто нельзя. На двадцатом при номинации берется скорость атаки, в остальных случаях уклонение. Ну, естественно, если у врагов совсем нет коров, бьющих с руки, то уклонение брать не надо. Это, я думаю, и так понятно. Ну и на двадцат пятом уровне берется плюс четыреста к здоровью. Пуфы и при стандартном кулдауне достаточно мощный скилл, и снижать кулдаун, в принципе, совсем не обязательно. Теперь перейдем к нюансам по игре. Нюанс первый. Чаппи до третьего уровня практически никогда не агрессирует на центре, поскольку знает, что мипа без клонов намного слабее большинства героев доты. Нюанс второй объяснять достаточно сложно. Тут скорее нужно смотреть. Взгляните, как четко Чаппи уходит от гангов. Правильный выбор приоритетов при использовании сетки и чудеса микроконтролев спасают его из тех ситуаций, в которых он, казалось бы, обязан умирать. Нюанс третий. Это то, что Чаппи постоянно фармит. Мипа ни в коем случае не должен останавливаться в фарме. Если кто-то и ходит с командой в каком-нибудь смокганге, то это только главный мипарь. Остальные в это время безостановочно чистят леса. И делать это нужно тоже правильно. В случае, если три мипана подойдут к одному и тому же спауну крипов, то они рискуют поймать Клэпурсы, Станк Кентавра, Шоквейв Сатира или еще какой-то неприятный скилл. Таким образом, вы теряете неоправданно много здоровья и зачем вам это надо? Правильно, незачем. Так что второй и третий мипа фармят лес отдельно от четвертого и первого. Если первый, конечно, вообще лес фармит. Пока Чаппи зачищает свой лес, его саппорты постоянно чекают лес противника на наличие там стаков крипов. Если противники вовремя их не зафармят, то Чаппи может сам прийти туда и зафармить их пуфами, что происходит достаточно быстро и враги практически никогда не смогут это проконтролировать. Такой фишкой тоже стоит пользоваться, если у вас есть друзья-саппорты, которые действительно готовы нормально с вами сыграться. Следующим пунктом отметим то, что мипа может очень легко уже на ранних этапах игры забирать Рошана. Для этого достаточно только Драгонлендса. Так что если есть такая возможность, если есть какое-то пространство в игре, смело берите смок, идите на Рошу, забирайте Аегис и начинайте агрессировать. Кстати, про агрессию. Чаппи никогда не затягивает игры в лейт, поскольку в поздней стадии мипа проигрывает многим кором. Так что если у вас есть такая возможность, собирайте себе быстрый Драгонлендс, Даггер и еще пару слотов и начинайте давить противников. Чем раньше вы раздавите, чем выше ваши шансы победить. Не затягивайте игру, не надо понтоваться под фонтаном, нужно просто сносить трон, получать свои заветные плюс 25 ПТС и радоваться жизни. На этом, пожалуй, я закончу. Если вам ролик понравился, обязательно отметьте это лайком. Жду от вас побольше комментариев, здравую критику, какие-то позитивные комментарии. Я постараюсь все прочитать и все принять во внимание. Подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, подписывайтесь на соцсети. В общем, знайте всю эту тему, ссылочки будут в описании. До новых встреч, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok